добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем наш разговор об отцовстве сегодня я хотел бы начать достаточно такой огромный и на мой взгляд необъятный блок о ответственности отца и мы не будем наверное говорить обо всем спектре я хотел бы чтобы мы с вами заострили внимание сконцентрировались только на четырех исключительных ответственностях отца то есть на том что в жизнь любого ребенка может принести только отец те сферы в которых мама никакая даже самая лучшая самая потрясающая мама не сможет это сделать что же это за сферы прежде всего это утверждение морального авторитета и власти второе это наделение идентичностью если вы помните знаменитое стихотворение маяковского вернее я процитирую только кусочек те кто живет уже достаточно давно с легкостью продолжат его кроха сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо наделение идентичностью это не просто определение что есть добро что и зло наделение идентичностью это ответ на вопрос для чего я живу кем я являюсь что является сущностью моего существования каким образом не продолжать эту жизнь третье исключительная ответственность отца это обеспечение безопасности и речь идет друзья не только безопасности там физической когда там есть угроза здоровью или безопасности материальных каких-то вещей речь идет о духовной безопасности речь идет об эмоциональной безопасности чтобы наши дети чувствовали себя защищенными в этом смысле отец должен быть таким знаете защитником то есть человеком который даже в самую большую бурю в семье всегда является таким непоколебимым островом спокойствие и последнее это утверждение потенциала знаменитая фраза которая наверное может побудить каждого из нас сдвинуть горы когда кто-то обладающий невероятным авторитетом в нашей жизни скажет что ты это сможешь кто-то подойдет и скажет дорогой ты сможешь сын мой ты сможешь ты справишься у тебя есть все необходимое все качества и дары для того чтобы ты справился вот эти вот четыре исключительные ответственности отца и станут в ближайшие месяцы на темой нашего разговора и начнем мы с утверждения установления морального авторитета